Так, внучок, хватит меня постоянно в негативном цвете выставлять Адольф с немецкого Волк. Салам алейкум, православные мусульмане, всех вас люблю. Что это за православные мусульмане? Нет, есть правоверные мусульмане. Православные это христиане. Еще вспомните, в начале войны в Чечне Россия говорила, что боевики собираются взорвать хлор, а теперь то же самое в Украине. Да что только у нас не говорили. Я даже помню эти листовки, где скидывали информацию, что якобы Дудаев, Басаев, Ендальбеев, Масхадов, у них многомиллионные щита. Это российские военные, с вертолетов раскидывали. Что у них заграничные щита, там, о чеченце подумайте, ради кого вы типа умираете, что-то такое. А как ты относишься к тому, что Шамиль Басаев взял на себя ответственность за бессланский теракт, что ты можешь сказать целым по этому поводу? Меня это очень огорчает. Я считаю, что это величайшее преступление, то, что произошло в Беслане. Однако, самого Басаева при этом, я нахожу ему оправдание, и это человек, которого я, я его люблю. Как часть своего народа, как человека, отдавшего жизнь в борьбе против нашего врага. Ах, и как думаешь, Украина сможет нанести нормальный ущерб России? Конечно, сможет, учитывая, что Украина должна чисто защищаться. Она не имеет намерений наступать, там, брать Москву. А в этом смысле ей просто нужно грамотно, суметь грамотно защититься, отбиться от России. И у нее есть потенциал для этого. Благо, народ Украины настроен очень патриотично. Помощь оружием от этого мира у них есть. Оружие там очень такое серьезное, продвинутое, передовое, в отличие от России. Поэтому, ну, это гораздо сложнее будет для России, чем это не как с Чечней воевать, там, с чеченцами, у которых нечем было, нечего было противопоставить авиации, нечего было противопоставить артиллерии. Мы, все, что мы там могли, это только в контактном бою как-то противостоять. Ну, и плюс в партизанской войне, там, наносить какой-то урон, взрывать их технику, нападать, там, и так далее. А здесь есть очень серьезный потенциал у Украины. Поэтому, ну, им есть, как бы, с чего сбивать самолеты, им есть, чем подбивать танки. Плюс их гораздо больше, чем нас. Плюс там весь мир на их стороне. Это будет огромное количество добровольцев. Поэтому, да, здесь, конечно, потенциал очень серьезный. Хасан Халитов. Ассаляму алейкум, брат, как ты думаешь, Кадыров отправит на войну с Украиной своих непобедимых бойцов, сыновей, или же там будут умирать другие дети и родственники, а не родственники Кадыркина? Алейкум ассаляму алейкум 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 алейкум. Он, конечно, туда отправит. Уже, точнее, отправил. Есть сведения о том, что там всякие полки Север и прочие всякие полки, в общем, там уже находятся. Но среди них, конечно, не будет ни Замова Кадырова, ни кадыровских детей, каких там не будет. У них другие заботы более важные. Там надо очередной ТикТок снять, очередную должность занять. Короче, им не до этого, у них проблема серьезнее. Единственный вопрос, недавно мы задавались этим вопросом, куда же, интересно, будут устраиваться на работу дети делимхановых, иудовых, и прочих кадыровских вот этих чиновников. Так как все более-менее значимые, прибыльные должности, их все занимают и займут, естественно, дети Кадырова. Куда денутся ваши дети, интересно? Наверное, по объявлениям куда-то придется на работу уходить. Интересно, эта газета из рук в руки, она еще издается в России. Там обычно бывали объявления о приеме на работу. Я уже представляю себе детей делимхановых, иудовых, сидящих с этой газетой, ищущих работу по объявлениям. Томзо, привет, вижу Кадырова, как-то выпал из инфополя после того, как его вызвали в Кремль. Видимо, по шапке дали. Ну, да, по шапке дали. Ну, сказали, чувак, давай немножко коней придержи. И он действительно их немного придержал. Саламу алейкум, Томзо. Как считаешь, на войне дозволено ли исламскому государству просить или взять руку помощи у неверующих стран? Алейкум ассаляму, амур 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 айтулах. Давай, наверное, такие религиозные вопросы, они все-таки не мне должны задаваться и отвечать на них тоже должен не я. Я, конечно, знаю ответ на этот вопрос, но не хочу. Это уже будет выглядеть как фетва. Я не хочу давать такие ответы. Какой основной инструмент у Кремля держать народы в таком рабстве? Страх? Страх, понятно, что все в совокупности. Но какой элемент, на твой взгляд, основной? Ведь происходящее выходит за все рамки. Ну, основной, конечно, фактор, это, конечно, страх. Это репрессии, которые не устраивают. Вы же видели, когда на волне вот этих расследований Навального выходили люди на улицы Москвы, на других городах России, как их жестко всех подавляли. Конечно, это человек, прежде чем выйти на такую акцию, он думает, блин, сейчас я выйду, у меня работа, ипотека, кредит по машине, ребенок, школа, ему нужно обучение оплачивать и так далее. Вот сейчас я один раз выйду, и там раз меня загребут за стаканчик, посадят на несколько лет, и все, что делалось эти годы, все пропадет. Это как бы серьезный такой фактор, который останавливает, и, конечно, власть в Кремле это понимает и использует. Саламу алейкум, Томасон, согласен ли ты с бывшим агентом КГБ в Вашингтоне, Юрием Швецом, который считает, что никакой войны не будет, и это блеф со стороны Путина, чтобы поднять ставки? Китай против. Так, согласен ли я с ним? Ну, я не могу сказать, что я с ним не согласен, и не могу сказать, что я с ним согласен. Ну, это и то, и то, возможно. Я лично не буду газовать за войну, за то, что она будет, и не буду газовать за то, что ее не будет. Но она вполне возможно будет, и вполне возможно, что ее не будет. Да, действительно, это может быть и блеф, очень дорогостоящий, конечно, может быть это такой вариант торга. Может быть, на самом деле, там сейчас полным ходом уже все решено, и как бы война, она вот сто процентов, по мнению Кремля, будет, и они уже собираются нападать. Но завтра что-то может измениться, что-то, какой-то фактор может изменить вот эти планы. Так что здесь нельзя. Я вообще поражаюсь людей, которые дают какие-то четкие прогнозы по таким темам, говорят, вот ее не будет, или она будет. Зачем это делать? Завтра, если твой прогноз не сбудется, то тебя постоянно будет этим упрекать. Говорить, что, ну, чувак, ты как бы говорил, что будет вот так, а этого не произошло. Как теперь доверять твоим прогнозам? Я бы лично воздержался от подобных вещей и сказал бы, ну, будет, если будет, мы ее увидим. Если не будет, то, ну, значит, о чем-то договорились, не получилось. Субтитры сделал DimaTorzok